Всем привет, с вами Алекс с канал Биррлаб. Работаем с картами, смотрим погодные условия и делаем прогноз на ближайшие дни, а также делаем вывод, где произойдут катаклизмы. Интересный момент, я давно не видел, как циклон вот отсюда, со Средиземного моря, с побережья Алжира, смотрите, он пошел вглубь, в пустыню, прямо в самой дебре, где очень редко бывают дожди. Видите, какие происходят процессы. Ну а сейчас Средиземноморье, мне кажется, самые большие сейчас события происходят здесь на Балканах, в горах, судя по всему, здесь мощные снегопады, здесь тоже вот ливни со стороны Албании, так что может все там скопиться и устроить потопы. Немножко здесь Южной Италии тоже продолжаются дождики, и вот пришло в Румынию и Карпаты, я думаю, здесь тоже сейчас повышенная лавинная опасность, и в общем-то в горах сейчас делать нечего. То же самое в Альпах происходит, в Восточных, да, и сюда, то есть ление идет в сторону Чехии. На северо-западе здесь по границе Белоруссии и России, прямо до Брянска, от Брянска до Риги, наверное, вот такой вот полосой идут снегопады, и мощные осадки происходят сейчас в Англии и на побережье Норвегии, вот здесь в юго-западе Норвегии. Плюс Исландия, смотрите, достается довольно сильно, здесь шторм, и идут мощные снегопады, вот у них там и вулканы готовятся извернуться, и непогода еще, но полный кошмар. Так, ну здесь с севера проникает, пытаются проникнуть снежный циклон, но, в общем-то, он не особо мощный. Вот мощные снегопады сейчас происходят в Екатеринбург, Уфа, Челябинск и до Омска, примерно до Омска области. Павлодар здесь тоже задействован, Астана в какой-то степени, и вот от этого циклона хвост идет вниз в горы Средней Азии, где тоже довольно-таки мощные снегопады сейчас происходят. Плюс в Центральной Сибири снегопад в Якутии, прямо вдоль реки Лена, смотрите, прямо вот таким вот полумесяцем получается. Вот здесь на Дальнем Востоке небольшой снежок, но основные события происходят в районе Курилл сейчас. Я думаю, нужно вынести предупреждение, потому что здесь шторм довольно-таки серьезный. Здесь и снега, и дождь, и ветра, и плюс Камчатка тоже попала в западню к этому шторму. Так, ну что, давайте смотреть. Далее у нас получается Северная Америка, но здесь в Канаде, в районе Гудзонного залива. На юге Аляски традиционно, и вот здесь в Скалистых горах тоже снегопады идут. Так, Южная Америка, здесь продолжается Бразилия, Колумбия, Перу, сезон дождей таких мощных. И на юге Чили, смотрите, на юге Чили тоже здесь пошла непогода, а там горная местность, тоже проблемы могут быть. Уменьшились явления неприятные в Африке, совсем стало меньше. Но зато прибавилось в Австралии, смотрите, практически по всей Австралии грозы, какие-то дожди. То есть, говорить о засухе в этом году вообще не приходится в Австралии. Небольшая непогода в Новой Зеландии, в районе Северного острова. Ну что, давайте теперь смотреть, как это все будет меняться. Допустим, сегодня вечером, куда все это пойдет? Ну вот, начинаются дождики в Западной Европе, то есть от Англии этот циклон спускается чуть-чуть в Европу. А здесь на Балканах все это спустится в сторону Греции, Болгарии. Вот, но останутся непогоды в Балканах, в Карпатах точнее. Вот этот циклон пойдет дальше в Сибирь, вот его хвост так и останется. Ну, он разорвется, видно, разорвется, но в горах Средней Азии он еще останется. То есть, от Урала до центральной Сибири примерно здесь будут осадки. А на Дальнем Востоке циклон пойдет в сторону Камчатки. То есть, он идет прямо по Курильским островам. Смотрите, у него хвост такой тоже серьезный. Вот, непогода в районе Великих Озер будет. И, кстати, вот смотрите, вот этот циклон, центр которого находится сейчас в Шотландии. А вот хвост тянется до Карибских островов. Даже если дальше продолжить, то можно увидеть, что до Коста-Рики доходит. Удивительные вещи происходят. Так, завтра, что у нас утром. Ну, здесь шторм в районе Великих Озер продолжится. Восток Канады, здесь тоже снегопады. А это все дальше и дальше углубляется в Европу. То есть, в Европе завтра будет непогода. А из Греции шторм перейдет в сторону Турции. И даже задействует Кавказ. Опять будет на Кавказе какая-то непогода. В Сибири начинает этот циклон распадаться. Видно, что распадается. В Казахстане и в Сибири. А здесь по северу идет еще вот такой узкой полосой. Хвостик такой. Ну, он даст немножко снежку. И все на этом. Так, теперь давайте посмотрим, что соответствует. Какие давления соответствуют всему. Ну, видно вот два циклона. Да, в Атлантике таких мощных. Плюс вот здесь в центре Северной Америки. И в центре вот здесь вот как раз получается за Уралом. Тоже это оказывается двойной циклон. Так, и в Северном Америки океане находятся мощные депрессии. Да, ну, естественно, вот здесь вот циклон находится над Курилами. Вот три шторма в Индийском океане. И вот здесь какой-то штормец рядом с Бразилией. Ну, в общем-то так, больше ничего такого интересного-то и нет. Давайте завтра посмотрим, что изменится. Ну, да, видно, что смещается этот шторм в сторону Камчатки на Дальнем Востоке. А здесь происходит распадение этих штормов. Вот, хотя уровень депрессии довольно-таки большой распространяется, да, на всю Северную Азию. Вот, и видно, что начинается вот здесь вторжение в Северную и Центральную Европу. Области низкого давления, области высокого давления смещаются вниз в сторону Средиземноморья. Ну, и в Восточную Европу, кстати, тоже растет активность давления. И давайте посмотрим, что будет 19 марта. В Северной Америке высокое давление, в большей части Европы высокое давление, за исключением Испании. И вот здесь по Волжье, северная часть Искандинавии и Западной Сибири. Ну, может быть, в этот момент уже и весна начнет стучать. Да нет, смотрите, также будет морозец 28 марта, все продолжаться. И, в общем-то, в центре будет Ямал, Таймыр. Вот, но потихонечку хотя бы Средняя Азия и южные регионы начинают отвоевывать. Хорошая погода вот будет стоять в США в этот момент. 18 марта. Так что весна пока задерживается. Ну, давайте посмотрим, что сейчас интересного, какие температуры. Где видно, вот сейчас торжение такое идет, да, холодная ночь. Вот Москве даже сейчас минус 18, в Санкт-Петербурге минус 19 сейчас, несмотря на разгар дня. Ну, и морозец проникает в Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины покрывает, да. И стремится также попасть на Кавказ, вот, по крайней мере, вот Ростов уже ноль. Краснодар еще держится, Пятигорск, вот здесь вот в районе тоже нуля. Вот, и на Каспии тоже прорывается, вызывая нестабильную погоду на Каспии. Вот, если вы видели, там в Азербайджане постоянно какие-то ветра, метели. Вот, а сильные морозы сейчас сосредоточены. Это Воркута, Норильск, вот, Новый Уренгое по 30 градусов получается. Южнее видно, что в Сибирь прорвался теплый воздух за счет циклона, да. Здесь Барнаул плюс 3, Новосибирск, Томск минус 5, Абанкан плюс 4, то есть вполне такие нормальные температуры. Иркутск плюс 3, тоже сейчас дневные температуры плюсовые. Ночью, естественно, будет морозец. Вот мы сейчас можем даже посмотреть, да. Видно, что в ночь морозится, днем у нас плюсовые температуры. И да, сегодня в ночь заморозит даже Крым, Кавказ, понимаете, проникнет до Болгарии, до Балкан. Вот, без мороза останутся только Германия, Франция, Испания. Ну, и Англия, соответственно. Остальная часть вся будет испытывать какие-то заморозки. Вот, а при этом, смотрите, в Штатах довольно-таки тепло. Горячий воздух с Мексики проникается высоко на юг, достает аж до Гудзонова залива в Канаде. Вот, и здесь вот возникают, кстати, перепады, очень большие температуры на западе США, что тоже может быть опасным. Вот, завтра утром, в общем-то, будет морозное утро в Восточной Европе. Прямо сразу видно, что очень такой серьезный морозец будет. И вот ранним утром еще серьезнее видно, что проникает, прямо стремится на юг попасть, на юго-запад. Но днем, судя по всему, немножко отогреется, и вот будет мороз находиться по границе где-то при Балтике, Белоруссии, Украине. Вот, а в Сибири будет довольно-таки тепло относительно, то есть около нулевые температуры, за исключением Северной Сибири. Ну что, на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого прогноза. С вами был Алекс, Канабирид Лаб. Отличное поражение!